калибровка толщиномера хорстек tc 216 прежде чем мы перейдем непосредственно к калибровке дам пару рекомендаций данному прибору и объясню вам некоторые моменты которые будут для вас также интересны то есть данный прибор он именно непосредственно с таким красным дисплеем производится для немецкого рынка и не имеет никакого отношения прибором хорстек продающимся на российском рынке при долгом неиспользовании прибора желательно хранить прибор вынимая батарею так как батарея при долгом неиспользовании может в приборе потечь то есть из нее может выйти кислота и соответственно нанести урон непосредственно прибору данный прибор также называют самокалибрующийся прибор в принципе самокалибрующих приборов не бывает так как каждый прибор на заводе он калибруется и ему задаются стандартные параметры при калибровке то есть то что мы сейчас будем делать это более упрощенная калибровка на заводе же калибровка более сложная то есть там происходит калибровка также как на нулевую поверхность то есть нулевая калибровка на магнитные металлы и не магнитные металлы то есть на цветные металлы происходит нулевая калибровка также делается калибровка на заводе на различные эталонные толщины то есть стандартные толщины которые замеряются и эти стандартные параметры они задаются в программном обеспечении по умолчанию прибору чтобы он в дальнейшем более точно определял и выдавал более точные результаты на определенных эталонных стандартных толщинах сейчас мы произведем то есть есть функция reset для возвращения в режим заводских настроек то есть которые были непосредственно заданы на заводе для этого чтобы вернуть прибор заводские настройки которые в принципе достаточно для выявления перекрашенных участков на автомобиле то есть прибор достаточно точно будет показывать и та небольшая погрешность она в принципе не влияет большой не влияет не играть большую роль и при выявлении хорошо перекрашенных участках на То есть, если у вас с прибором был сбой настроек, скажем, при взаимодействии прибора с электромагнитными излучениями, или же просто кто-то залез в настройки и избил настройки прибора, то есть, достаточно сделать сброс настроек, возвращение взвозки настройки, и при этом прибор уже можно использовать для выявления перекрашенных участков на автомобиле. Для этого, соответственно, вам не понадобится иметь с собой не калибровочные шайбы, не калибровочные пластины. Для произведения сброса настроек мы включаем прибор, нажимаем на кнопку «минус» и удержим ее порядка более двух секунд. Раз, два. На экране начинает мигать три нуля, при этом был произведен сброс настроек, и прибор возвратился в заводские настройки. Сейчас мы сделаем тестовый замер, насколько точно прибор показывает после сброса настроек. Замер лучше делать, лучше всего делать, плотно прислоняя прибор к замеряемой поверхности, тогда прибор не будет у нас играть в руках. То есть, если, допустим, я сейчас сделаю таким вот образом замер, то есть мы видим, он показывает у нас 5 микрон, да, и сейчас мы видим 0, да. То есть при малейшем каком-то колебании, соответственно, у нас может появиться погрешность, и прибор у нас будет показывать неточный результат. Сейчас мы делаем завер, да, вот у нас, как говорится, то есть значения немного пляшут, поэтому для достижения более точных результатов рекомендуется откалибровать прибор. То есть приборы, как я уже сказал, как правило, все калибруются на заводе, и потом у некоторых приборов есть возможность повторной калибровки, у некоторых приборов этой возможности нет, потому что она была достаточно стабильно сделана на заводе. То есть, так же мы делаем тестовый замер на калибровочной шайбе из алюминия. Видим, что прибор стабильно выдает на нулевой шайбе 0 из алюминия, и на металлической, как бы он у нас показывает, 0 плюс 5. То есть, иногда значения скачут, да. И на калибровочной пластине теперь делаем тестовый замер. Прибор показывает у нас на калибровочной пластине у нас стандартная толщина 98 микрон. Здесь у нас идет погрешность порядка 7 микрон. На данный момент у нас получилось 9. То есть, снова у нас получается 7 микрон разница. 9, 7, 9. То есть, все равно прибор достаточно стабильно работает, то есть, показания они не пляшут. То есть, 2 микрона, 2-4 микрона, они большого роли не играют, так как сама пластина, она уже у нас немножко заезженная. И, в принципе, имеет, в принципе, там расхождение, погрешность порядка 2 микрон. Ну и сам прибор, он имеет 3% погрешности. Итак, переходим непосредственно теперь к калибровке прибора. Для калибровки прибора прибор, соответственно, должен быть включен, после чего мы нажимаем на кнопку «плюс» и удерживаем ее более 2 секунд. На дисплее у нас начинает мигать 3.0, после чего мы прислоняем его к калибровочной шайбе, и прибор сам автоматически обнуляется. То есть, он сбрасывается на 0 и калибруется на нулевую поверхность без какого-либо нанесения. Затем мы делаем замер на калибровочной пластине толщиной 98 микрометров. Нажимаем на кнопку «М» для входа в режим второго пункта калибровки. На экране мигает, начиная значение мигать. И теперь мы имеем возможность выставить кнопками «минус», «плюс» значение, которое у нас указано на калибровочной пластине. В частности, 98 микрон. И для выхода из режима калибровки и сохранения заданных параметров мы нажимаем снова на кнопку «М». При этом калибровка прибора была завершена. Для теста мы также делаем тестовый замер на калибровочной шайбе без покрытия. То есть, прибор нам стабильно выдает 0 на алюминиевой шайбе. Также он выдает нам 0, достаточно стабильно. И на калибровочной пластине 98 микрон. На алюминий он у нас выдает 103 микрона. То есть, опять же, достаточно стабильно показания не пляшут. То есть, погрешность, которая у нас идет к калибровочной пластине, составляет 5 микрон. Так как у нас прибор был откалиброван на металлическую шайбу из черного магнитного металла. Делаем тестовый замер непосредственно на ней. И видим, что прибор выдает нам 97, 97, 95, 98. То есть, значения достаточно точные. 97. Прибор достаточно стабильно показывает нам результат. То есть, погрешность мы видим минимальная. То есть, порядка 2-3 микрон. Что, соответственно, в допустимых параметрах, также заявленных производителем. На экране мы также видим... В принципе, на этом калибровка у нас закончена. Также пару таких маленьких аспектов вам расскажу об этом приборе. То есть, при замере на черных металлах, вы видите, у нас прибор показывает феррум. То есть, при этом задействуется внутри магнитно-индукционная катушка, которая производит замер на черных магнитных металлах, то есть на стали. И при замере на цветных металлах, в данном приборе задействуется вторая вихретоковая катушка. При этом происходит замер тока непроводящих материалов на токопроводящей поверхности. Где мы видим, на экране загорается нон-феррум. Это обозначение металла. То есть, не черного металла, а цветного металла. Вот так вот. Продолжение следует...